Я сегодня побывал на мероприятии одном, там фильм посмотрел, и потом последовало обсуждение, академическая дискуссия так называемая. Но что я хочу сказать, что информационный мусор это не только прерогатива СМИ, но и уже академического сообщества, к сожалению. И даже университетские профессоры, они не удовлетворяют духовных потребностей, по крайней мере моих, и я думаю, что не только моих. Все одни и те же оценки исторических событий, идеологий, идей, одно и то же отношение к ним. И сами преподаватели политологии, они устали уже, это видно, они невротизировались на этих темах, на этой работе интеллектуальной, академической. И они выглядят довольно-таки несчастными людьми. Вот, поэтому больше на академические мероприятия не буду ходить, и тем более кино смотреть. Поэтому самое важное, что... И, конечно, еще раз нашла подтверждение мысли о том, что ад это другие. Поэтому единственный выход, чтобы выжить в этой среде токсичной, это формировать свой собственный мир. И вот так, с течением времени, вы будете просто пересматривать свое отношение ко всему вообще, к миру. Переоценивать ценности, которые у вас были, в том числе и вот отношение там к профессорам, к академическому сообществу, да? Вот. Которое не может удовлетворить духовные потребности человека. Что же делать? Что же делать? Развивать свой мир, заниматься своим творчеством и обращать внимание на себя. Ну, вот вы видите, что не семья, не система образования, в том числе высшего образования, не религия, не искусство. Даже искусство и культура не могут удовлетворить потребности человека, как выясняется. Не государство, которое фактически не развивается никак. Да, то есть, не муниципалитеты. Вот я тут ответ на свои письма, на свои предложения получил, ну, идеи выдвинул. И мы не думали об этом. Мы не принимали решения и так далее, и так далее, да. Как-то они не находят поддержки большой. Короче говоря, ничто, да, ничто в этой мире, в этом мире не способно удовлетворять наши духовные потребности. Вот к такому выводу я пришел. Кто-то из вас скажет, что вывод очень пессимистический. И я скажу, нет, очень оптимистический. В чем оптимизм мой? В том, что вы источник своего счастья. И вот тут, вот это простое доказательство того, что вы источник своего счастья. Потому что, например, мне хорошо наедине с самим собой. Ну, возьмите, ну, женщину возьмем, например, да. Ну, женщина, ну, хорошо. Ну, повстречаетесь вы с ней, пообщаетесь какое-то время. Потом. Потом все, вот это обаяние куда-то исчезнет. Да. А начнется быт. Бытовуха. Все пропадет. А сколько разводов? Ведь я... И дело не в деньгах. Поймите, богатые люди разводятся. Что у них денег нет? У них полно денег. Но они разводятся. Значит, не в деньгах дело. Дело в другом, что люди не могут быть вместе. Мы тяготимся друг другом. Мы не можем. Понимаете, мы мешаем друг другу, на самом деле. Мы мешаем. Мы отнимаем друг у друга энергию и время. Другой случай. Наши родители, допустим, да. Вот, ну, дети вырастают уже. Они уже взрослые, уже самостоятельные. Но родители постоянно, вот, то, что они говорили там 30 лет назад, 20, 30, 40, 50, 60 лет назад, они продолжают говорить это своим детям. Это насколько надо быть... Я сейчас ищу мягкое слово. Ну, вот, неразумными людьми, чтобы вот эти паттерны, это эти негативные автоматические мысли в отношении себя и своих детей воспроизводить на протяжении такого количества лет. Ну, вы представляете? Ведь они же не меняются, они не развиваются. И они продолжают критиковать детей своих, осуждать детей своих, внушать чувство вины. Бесконечно. Ну, это просто уже вот дурная бесконечность. И они неразумны, им невозможно объяснить, что так не надо делать, что это неправильно, что это вызывает конфликт, негативную реакцию ответную и так далее. Они не понимают. Вот, мы живем в мире тотального непонимания. И автоматизма, тотального автоматизма. Вот, что сегодня там люди, профессора автоматические, автоматическая реакция на ту или иную идеологию, допустим, негативную. И они не стесняются этого негатива. Они свободно выражают этот негатив, не задумываясь о том, кто сидит в зале. Как это люди, как это на людей может воздействовать и так далее. Понимаете, вот эта наглость, нахальство, эти автоматические негативные мысли, негативное мышление, мы в этом погрязли. Поэтому человеческое общество невыносимым стало. Невыносимым. Что делать? Что делать? Ну, конечно, дистанцироваться. Ну, другого выхода нет просто. Если вы сами не хотите сойти с ума и страдать, дистанцироваться от людей. Поэтому вот так много одиноких людей. Одинокий человек, это не означает, что он несчастный человек. Наоборот. Одинокий, как правило, человек счастливый. Поэтому, да, счастье, вот, как правило, в одиночестве. И у нас действительно вот как-то каких-то коллективных весёлых событий уже нет. Не осталось практически праздников всеобщих. Удивительно. Люди просто мастрадались друг от друга. Вот уже не переносят друг друга. Поэтому, что, развивать свой мир внутренний, да, вот это, это нас толкает к чему? К развитию своего внутреннего мира. К развитию своего, своей вселенной, своего космоса. Иначе мы просто сойдём с ума все. И мы уже сошли с ума. Мир уже сошёл с ума. Там, где, оказалось бы, надо развивать интеллект, там его не развивают. Там тоже мыслят штампами. Вот, поэтому меня вот сегодня постигло разочарование от речей образованных людей, людей, которые знают там, я думаю, что, ну сколько, ну 4-5 языков они знают. Вот. Но, что? Не удовлетворяют мои духовные потребности. К сожалению. К сожалению. Поэтому, друзья мои, положиться вы можете только на самих себя. Раз. Развить, любить вы можете самих себя. Два. И, наконец, у вас есть единственный, единственный ваш союзник, друг, который вас никогда не разочарует, не предаст, будет всегда с вами, это вселенная. Вселенная. Вот. Она вас слышит и отвечает на ваши вопросы. Поэтому расслабьтесь. И наслаждайтесь жизнью. Будьте в потоке. В потоке. Что такое поток? Это течение плавное. То есть, не тормозите на себе этот поток. Не будьте препятствием для этого потока. В том числе, для потока жизни. Пусть он проходит сквозь вас. Говорите «да» жизни. Всегда говорите «да». И если вам что-то предлагают, соглашайтесь. С благодарностью принимайте это все. Пусть через вас поток добра проходит. Вашими руками действует вселенная. Она помогает выполнять желания и запросы других людей. С вашей помощью в том числе. То есть, когда вы говорите «нет», вы останавливаете этот поток и не даете ему действовать. Не даете потоку вселенной выполнять свою миссию. Она все равно выполнят, конечно, но вы не даете ей выполнить и в отношении вас свою миссию. Вот это денег, например, касается. Вот когда вы отказываетесь от денег, допустим, вот вам делают подарок, а вы отказываетесь. Оказываетесь. Все. Значит, на вас поток останавливается. И вы сами не получаете то, что вы заслуживаете и чего вы достойны. Вы не даете дальше этому потоку двигаться, чтобы он действовал и через вас. Чтобы вы кому-то сделали добро. Понимаете? Вот это есть круговорот добра в природе. Когда нам помогают, мы помогаем. И вот это самое важное и главное. Но для этого надо быть открытыми. Для этого нужно пропускать поток через себя. Быть частью этого потока. Развивайте себя. Друзья мои, живите своей жизнью. Больше думайте о себе. Это самое важное, самое ценное. Только тогда вы будете счастливы. Вы всегда есть и всегда будете больше, чем достаточно. Да. Вас. Вас всегда было, есть и будет больше, чем достаточно. Всего. Вы – это вы. И в этом ваша суперсила. И никто у вас эту суперсилу не способен отнять. Запомните, ваша суперсила – это вы. Это ваша индивидуальность. Поэтому думайте о себе только. Развивайте эту индивидуальность. Это и есть сила ваша, суперсила. Вы отдаёте хорошую энергию в мир. И вы в ответ получите хорошие вещи. Обратно. То есть, чем больше мы хороших вибраций посылаем в мир, добра и любви, тем больше добра и всего хорошего мы получим обратно. Вот я сегодня оказался на мероприятии с очень плохими вибрациями. Понимаете, вот нездоровая всё-таки академическая среда, нездоровая, плохие вибрации там. Вот. И я бы тут очень бы подумал насчёт финансирования науки. Надо ли её так финансировать, эти негативные вибрации. Не знаю. Я очень что-то сомневаюсь. Кому это нужно? Для чего это всё нужно? Этот негатив. Университет-источник негатива очень много. Истерических личностей, нездоровых, психопатических. Так что... Overthinking. Вот это сверх... Когда человек слишком много думает, это вредно для здоровья. Лучше бы они вечером отдохнули бы, помедитировали. Полезнее было бы и для них, и для тех, кто их окружает, и для их студентов. Поскольку вы чувствуете боль, вы до сих пор живы. Поскольку вы делаете ошибки, вы до сих пор человек. Только роботы не делают ошибки, да? Только мёртвые, а только у мёртвых ничего не болит. И поскольку вы стараетесь, пытаетесь, до тех пор есть надежда. Вот это буддийская мудрость. Я очень люблю буддийскую мудрость. Я не буддист. Но вот мудрость мне их нравится. Философия буддийская. Вы выигрываете только... Если вы не боитесь ничего потерять. Тогда вы выигрываете. Вы выигрываете тогда, когда не боитесь ничего потерять. Не бойтесь терять. Теряйте, теряйте. Не бойтесь терять ни людей, ни работу. Работу не бойтесь потерять. Людей, друзей, репутацию, статус. Всё, что угодно. Теряйте. Вы только выиграете. Потому что вы семью не бойтесь потерять. Жену, мужа. Потому что вы выиграете. Вы обретёте себя. Теряя других, теряя весь мир, вы обретаете себя. Перемены грядут. Перемены грядут. Если бы вы могли увидеть размер, масштаб благословения, который грядёт. Вы бы поняли вот эту силу того, с чем вы боретесь. Поэтому, чем больше вы вынуждены бороться, тем больше будет то вознаграждение, которое вы получите. На самом деле, бороться не надо ни с чем, да. Я бы сказал, что надо просто работать над собой. Вот работайте над собой. Занимайтесь саморазвитием, самосовершенствованием. И тогда вы увидите плоды. Вот эти. Учитесь больше. И вы пожнёте плоды. Сладкие, сочные. Если вы хотите знать будущее, посмотрите на то, что вы делаете в данный момент. Вот это важно. Здравый смысл – это не подарок, а наказание. Потому что вы должны иметь дело с теми, кто его не имеет. Шутка такая, да. Хотя вот, действительно, очень иногда тяжело иметь дело с людьми, у которых нет здравого смысла. А здравый смысл что? Здравый смысл нам помогает видеть причинно-следственные связи. Помогает мыслить позитивно. Но когда столько людей с негативным мышлением, с проблемами психологическими, у которых есть причина, то, конечно, здравый смысл может показаться и наказанием. Ну, скажем так, иронично, да, с юмором. На самом деле, здравый смысл – это всегда дар, привилегия. Потому что вы-то не мыслите негативно. У вас-то позитив. Вы видите причинно-следственные связи. Вы можете поставить диагноз. Вы понимаете, над чем надо работать. Так. И, наконец, ваши комментарии. Ваши комментарии. Посмотрим. Пишите больше, комментируйте, подписывайтесь на наш канал. Задавайте ваши вопросы. Давайте вместе развивать наш канал. Он заслуживает, правда, того, чтобы быть популярным. Так. Ольга пишет. Если я рада за себя, почему бы не порадоваться за другого? Вот счастливый человек, Ольга. Ната пишет. Спасибо, что делитесь, Максим. Мне всю жизнь не хватает достойного общения. Что со мной не так? Вот, чтобы разобраться, что не так? Почему вам чего-то не хватает? На чем надо поработать? Что надо осознать? Чему надо научиться? Какие уроки и извлечь, и выводы сделать? Начать процесс самопознания. Для этого что? Обращайтесь за индивидуальной консультацией. Это лучше всего. Мы записываем ролики на тему психологии, психотерапии. Но ведь в каждом конкретном случае нужен свой совет, своя программа, своё решение вопроса. Поэтому, а вот в роликах, которые мы записываем, да, они могут попасть в точку, именно если они совпадут с потребностью человека. Вот это, как вы пишете, иногда вот это то, что мне было нужно услышать. Но это не во всех случаях так. И чтобы наверняка сказать и быть полезным именно вам и решить, и помочь решить вашу проблему, ваш вопрос. Для этого лучше всего, лучше всего обратиться за индивидуальной консультацией. Допустим, часовой. И мы за час выясним всё, что надо. И вы получите инсайт свой, озарение. И сможете действовать. Вы окрылитесь. И уже будете выбирать себе только достойное общение. В данном случае, да? Вот. Так. Спасибо за внимание. Спасибо тем, кто нас поддерживает. Мы сейчас собираем средства на видеокамеру и микрофон-петличку. Для того, чтобы улучшить изображение и звук. Так что, кто хочет нам в этом помочь, милости просим. Ваш вклад очень важен. И так мы надеемся собрать средства. Потом мы будем собирать средства на аренду студии. И будем встречаться с вами в студии. И записывать ещё больше видеороликов. То есть, как только у нас будет больше возможностей для того, чтобы развивать наш видеоканал, мы сразу этим займёмся. Но это во многом зависит от вас, дорогие наши зрители. От вашей активности. От вашего желания способствовать развитию нашего видеоканала. Если для вас это важно, если вы цените работу, пожалуйста, участвуйте в этом. Любая лепта, она цена, она важна. С миру по нитке. Вот.